Теперь частный наркологический центр «Гарант» существует только на бумаге. Здание превратилось в пепелище. Огонь не пощадил ни людей, ни имущества. Хотя на борьбу с ним были брошены больше 20 единиц техники и почти 70 пожарных. Здание, в котором находился наркологический центр, было построено еще в конце 19 века. Кирпичная кладка здесь только снаружи, а под ней деревянные перекрытия с пустотами, в которых скопилось много пыли. Из-за этого огонь по зданию распространился практически мгновенно. Больной увидел, говорит, дымок пошел. Мы к палату зашли, в третью. А выйти уже невозможно. Уже вторая палата, уже потолок все падал. На момент возгорания в здании находилось 14 человек. Четверо из них погибли. Все они пациенты, которые проходили лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Еще две сотрудницы медучреждения доставлены в больницу. Они получили ожоги, когда пытались эвакуировать больных. По прибытию пожарных подразделений полностью было объято огнем здания. И не только внутри, но уже и крыша горела. Поэтому все действия персонал, в принципе, предпринял. Сторож, главный врач, медсестра. Они сделали попытку эвакуации всех пациентов. К сожалению, не все было успешно. Версия о том, что причиной возгорания стал поджог, возникла практически сразу. Сотрудники областного управления МЧС и следственного управления созвали экстренный брифинг. Подозреваемый уже задержан. Это 34-летний пациент медцентра. Он пролежал в нем всего четверо суток. А в тот день решил уйти. Но одного без родственников его не отпустили. Ну вот здесь он начал им угрожать. Говорить о том, что я вам все это разрушу. Вы меня дождетесь. Я тут буквально камень на камень не оставлю. После этого ряд свидетелей отмечают о том, что он на некоторое время убыл из поля зрения граждан. И сразу же из того места, куда он убыл, началось происходить задымление. Когда начался пожар, подозреваемый оттолкнул медсестру и выбежал из центра. На допросе мужчина своей вины не признал. По факту возгорания возбуждены сразу три уголовных дела. Расследование только началось. Но уже точно известно, что здание соответствовало всем нормам пожарной безопасности. Елена Гришин, Алексей Молчанов, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.